13 марта вышел финальный эпизод первого сезона популярного сериала «Одни из нас». В начале девятого эпизода Джоэл и Элли отправляются в самое сердце Солт-Лейк-Сити, чтобы закончить свою миссию. Пока Элли всё ещё потрясена травмирующими событиями после Дэвида в финале восьмого эпизода, Джоэл показывает, насколько более открытым он стал с Элли, у них уже сформировалась связь. Преодолев различные угрозы на своём пути, Элли и Джоэл наконец достигают родной базы Цикад. Давайте в этом видео узнаем, чем закончился первый сезон, как Элли повлияла на Джоэла и какую интересную отсылку на игру оставили режиссёры. Предупреждаю, будут спойлеры. В девятом эпизоде проделали отличную работу по нагнетанию напряжения до взрывного финала. Но перед этим у Джоэла и Элли было время исследовать Солт-Лейк-Сити и поделиться о том, что они на самом деле думают друг о друге. Эмоциональной изюминкой разговора становится, когда Джоэл показывает свой шрам на лбу от неудачной попытки самоубийства. После смерти Сары, Джоэл потерял мотивацию к жизни, поэтому был готов пойти за дочерью. Джоэл даже не понимает, почему он не смог совершить самоубийство, но с тех пор он выживает по умолчанию. Элли изменила всё для Джоэла, так как впервые за 20 лет он хочет остаться в живых, проводя с ней время, которое у него ещё есть. Признание Джоэла раскрыло нам душу сломленного человека. В течение 20 лет Джоэл переносил боль потери Сары, эмоциональный стресс, который подталкивал его к ещё большей жестокости. И хотя его миссия по перевозке Элли через всю страну начинается как работа, как и любая другая, любовь, которую они разделяют сейчас, наконец-то позволила залечить старые раны. Вот почему внутри Джоэла что-то ломается, когда он понял, что цикады принесут девушку в жертву в обмен на лекарства от кардицепса. Мать Элли родила ребёнка через несколько мгновений после того, как её укусил заражённый. В результате у Элли развелась уникальная грибковая инфекция, которая не взяла под контроль её нервную систему. Побочным эффектом заражения Элли при рождении является то, что смертельный штамм кардицепса Индентифицирует тело девочки как заражённое, поэтому он не пытается захватить контроль. Элли не заражается, потому что кардицепс думает, что она уже инфицирована. Это объясняет, почему она невосприимчива к заражению, хотя её тест положительный. План Марлен состоит в том, чтобы вскрыть Элли, извлечь из её мозга штамм кардицепса, вырастить его и распространить среди всех живых людей. Таким образом, каждый человек на Земле мог бы стать невосприимчивым к заражению, и общество могло бы быть восстановлено. Смерть Элли является ключом к спасению человечества. Размножить клетки в лаборатории воспроизведёт это вещество, и оно станет доступно всем. Узнав, что цикады убьют Элли, Джоэл впадает в ярость, убивая всех, кто встанет у него на пути, чтобы спасти девушку. Джоэл безжалостен, стреляет в людей после того, как они сдались. Он даже выстреливает в хирурга, которому поручено оперировать Элли. Жертвой становится и Марлен, после того, как она уже опустила пистолет. Джоэл жестоко расправляется со всеми цикадами, чтобы больше никто не смог преследовать Элли. Что ещё хуже, Джоэл лжёт Элли, скрывая свои преступления от девушки. Ты будешь её искать. После того, как Элли просыпается, девушка изо всех сил пытается понять, почему она всё ещё в больничном халате. Джоэл говорит Элли, что она не уникальна, и что цикады нашли десятки других иммунных людей. К сожалению, все их усилия оказались напрасными, так как они не смогли добиться хороших результатов. Таким образом, цикады отказались от попыток найти лекарства. Джоэл также обвиняет рейдеров в резне в больнице, утверждая, что он едва сбежал с Элли. Что объясняет, почему она даже не была одета, когда они покинули больницу. Оказывается, таких, как ты, много. Людей с иммунитетом. Саврав Элли, Джоэл считает, что защитит её от суровой правды о том, что сохранение её жизни прямо или косвенно обречёт сотни людей на смерть. Он также надеется, что Элли не пойдёт против него, ведь, скорее всего, если она узнает правду, то не одобрит действия Джоэла. Ложь Джоэла вынуждает Элли принять решение, которое не может выбрать для себя, готова ли она пожертвовать собой ради спасения мира. Джоэла не волнует жизни всех остальных или всего человечества. Он хочет только удержать Элли рядом. Чего бы это ни стоило. Но у врачей ничего не выходит. Они уже... Уже и не ищут вакцину. После того, как Элли узнала, что Цикады и Марлен погибли, она чувствует себя виноватой. Поэтому, прежде чем она сможет продолжить дальше находиться рядом с Джоэлом, она просит его пообещать ей, что всё, что он сказал, это правда. Несмотря на ложь, она понимает, что история Джоэла не имеет смысла. Очень много странных совпадений и решений, которые редко происходят в реальной жизни. Джоэл уверяет Элли, что не лжёт. И Элли соглашается закрыть эту тему. Поклянись, что всё, что ты сказал о Цикадах, правда. Эти двое, несомненно, попытаются прожить счастливую жизнь в Джексоне. Но действия Джоэла могли навсегда оттолкнуть Элли. Сериал каждую неделю подчёркивает, что взаимное доверие – это единственный инструмент, на который мы можем рассчитывать, чтобы построить значимые человеческие отношения. Особенно в условиях апокалипсиса. И солгав, Джоэл мог лишить себя шанса снова стать отцом. Клянусь. Джоэл – любящий отец, который сделает всё для своих детей. Об этом постоянно говорят как в игре, так и в сериале. Но после того, как Сара умирает у него на руках, Джоэл становится эмоционально опустошённым и закрывается в себе. Это помогает ему выжить, поскольку он стал суровым контрабандистом. Когда Марлен знакомит Джоэла с Элли и отправляет их на задание, то поначалу они оба держатся друг от друга подальше, но постепенно начинают эмоционально сближаться. В сериале Джоэл называет Элли грузом и даже отчаянно пытается выдать её своему брату Томми, полагая, что он лучше подходит для того, чтобы доставить её в больницу, поскольку он раньше был у ЦИКАД. Но позже отказывается и берёт её сам. Во время своего путешествия в Солт-Лейк-Сити, Элли и Джоэл начинают формировать связь, которая начинает приобретать тон отношений отца и дочери, поскольку Элли напоминает ему Сару. Куда ты, туда и я. После спасения жизни Элли в больнице, Джоэл ей лжёт, говоря, что на самом деле таких, как она, невосприимчивых гораздо больше, и оказывается, что ей не нужно было жертвовать собой. Хоть Элли и не полностью ему верит, она принимает его слова. Это служит поворотным моментом, когда Джоэл переключается с грубого героя на человека, который обрёк будущее мира из-за своей травмы. Во второй части игры про эту ситуацию упомянули. Став взрослой, Элли говорит Джоэлу, что должна была умереть, чтобы спасти человечество, и её жизнь действительно имела значение. На это Джоэл заявляет, что сделал бы всё точно так же, если бы ему ещё раз предоставилась возможность. Я бы лучше умерла в больнице, и жизнь бы имела смысл. Во второй части игры мы также узнаём, что Джоэл ещё больше солгал Элли и заставил её поверить, что если кто-нибудь узнает о её иммунитете, они захотят причинить ей вред. Хотя причина, по которой он солгал, не была объяснена напрямую. Можно предположить, что это было сделано для того, чтобы он её не потерял. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Финал первого сезона показывает Джоэла как антигероя. Когда врачи осматривают Элли, они подтверждают, что не могут извлечь лекарство, не убив её. Джоэл спорит насчёт этого с Марлен и хочет найти другой способ, но она ясно даёт понять, что это единственный путь к спасению человечества. У Джоэла в тот момент случается срыв, который показывает, насколько он травмирован на самом деле, и его можно считать антигероем. Элли убьют рейдера, потому что она будет жить в обречённом мире, который ты не спас. В сериале очень много отсылок на игру, и в финальном эпизоде первого сезона нам показали момент с жирафом. Согласно режиссёру, жираф был не компьютерной графикой, а настоящим. Не бойся, подойди. Давай. Поклонники давно хотели увидеть этот милый момент с жирафом из игры, и создатели приберегли его для последнего эпизода. После событий восьмого эпизода, Джоэл стал более разговорчивым с Элли и пытался её подбодрить, потому что на неё недавно напали. Пока они пробираются в Солт-Лейк-Сити, Элли замечает жирафа, и Стэна в значительной степени повторяет кадры из игры. В новой документальной серии, которую выпустили после финала, создатели рассказали, что Стэна с жирафом получилась очень непростой. Окружение, конечно, было добавлено позже с помощью графики, но животное было настоящим. Вы можете создать жирафа с помощью визуальных эффектов, но это не то же самое, говорят создатели. Да, можно создать жирафа с помощью графики, но это совсем не то. Несмотря на то, что второй сезон был официально подтверждён, дата выхода всё ещё не объявлена. Однако комментарии авторов ясно дают понять, что второй сезон будет следовать событиям второй игры. Также в интервью поделились мыслями о том, что, скорее всего, второй сезон поделят на две части, и финал всей истории мы увидим только в третьем сезоне. По словам Педро Паскале, съёмки второго сезона, скорее всего, начнутся к концу 2023 года. Команда уже начала усердно работать над сценарием и подготовкой к производству. Пока мы ждём продолжения, вы можете оставить комментарий, понравился вам первый сезон или нет, и что думаете насчёт сцены в больнице. До скорой встречи! Ты будешь её искать!